Я хочу обратить ваше внимание на клубнику, вот на эту, которая у меня в руках. Это та самая клубника, которую мы зимой с вами сеяли в банку. Вот кто интересуется, посмотрите наш плейлист, там есть посадка клубники из семян в банку. Это очень эффективный способ. И вот я вам показываю то, что у нас получилось. Представляете, какая хорошая клубничка на рассаду, прям отличная получилась. Я хочу сказать, что посадка семян в банку клубники, это очень эффективный способ. Не только семян, у нас еще и устому, когда подойдет время, я вам покажу, какая у нас чудесная устому выросла в банке. Семена мы посеяли где-то в конце января, семена прекрасно взошли. Их было 5 семечек, я почему-то думала, что 4, но в результате оказалось, что все 5 действительно хорошо себя чувствуют. Потом мы их распакировали. Также вы можете органические удобрения вносить. Клубнику очень любит перепревший навоз, который у вас уже несколько лет, то есть, конечно, не свежий. Очень любит, когда добавляет песок, то есть, она предпочитает такую рыхлую воздухо- и водопроницаемую почву. Можно также добавить немного питательного торфа. Это тоже все прекрасно. То есть, смотрите, вы какого сторонника земледелия, органического или все-таки химического. Я вот выбрала способ, ой, скуп червяков чудесных у меня тут, так, лирическое отступление. Я хочу сказать, что в почву у меня уже внесено и компост, и минеральное удобрение, и компост, и перегной, и внесено песок. То есть, почва у меня достаточно питательная, поэтому я добавляю только вот щепотку вот этих минеральных удобрений, любозелена. Хорошенечко вот так перемешиваю. Земля влажная, так как мы провели обработку. Проливаем хорошо землицу. Перед тем, как высаживать клубнику в грядку, я ее хорошо пролила фосфорно-калейным удобрением для того, чтобы корневая система была сильной. То есть, буквально за 3-4 дня я ее пролила удобрениями. И вот в результате вот такой вот манипуляции, нехитрой перед посадкой, уверяю вас, что клубника будет очень мало чувствовать, процесс адаптации в грунте будет достаточно короткий. Так, вода ушла. Мы сажаем клубнику так, как она росла. Сердечко не заглубляем. То есть, помнить об этом. Это очень важный момент, особенно начинающиеся садоводы. Вот эти вот моменты, нюансы упускают из виду. И в результате получается, что клубника плохо приживается. На самом деле она не плохо приживается, а просто неправильно была осуществлена посадка. Все, готово. У меня тут есть кустики, которые мне не очень нравятся, но я ей даю еще шанс. Может быть, они еще хорошо выживут. Следующий тоже. Точно так же я добавляю. О, может, я пока показать. О. Добавляю. Как я уже сказала, то есть, вы можете добавлять и навоз. Он здесь у меня уже есть. Вообще, очень удачный способ посадки в банк. Мне он очень понравился. Я на следующий год буду обязательно пробовать и новые сорта клубники, и новые какие-то сорта цветов, которые очень туго схожи и вообще себя плохо ведут. При всхожести. То есть, всхожесть у них очень маленькая. А здесь прям стопроцентная всхожесть. Очень мне поразил, конечно, этот способ. Спасибо тому человеку, кто это придумал. Так. Ну, с этими стаканчиками и способами все понятно. Я приготовила вам еще здесь вот такой момент. Смотрите, сейчас на рынок приходит очень много, особенно импортной клубники. Это у меня сорт Джоли. Это очень... Это ранний сорт клубники. Очень вкусная. Она мясистая, сладкая. И самое главное, что на раннего срока созревания ягодки достигают у нее где-то 25-30 грамм универсального назначения. Вот. Смотрите, с какой они шикарной корневой системой. Уже появляются новые росточки. Вот. Если вы купили такую клубнику, обязательно замочите ее вот в таком растворе. Здесь у меня корнеобразователь. Любой, как им вы доверяете. Циркон, циркон, корневин, гитроксин. Ну, какой вы любите. Замочите. Желательно вы даже часов на несколько. 5-6. Это прям вообще в идеале было. Далее. Вот такой вот корешок. Обязательно подрезаем. Обязательно. Прям вот щедрой рукой. Не бойтесь. Отрезайте. Вот так. И дальше мы сажаем. Не злоглубляя корневую шейку. То есть вот так мы сажаем. Земля очень хорошая. У нас в средней полосе чернозем в основном. Поэтому, как говорится, вот сильно тушочень ее кормить точно не надо. Она и так щедрой у нас. Ну, так. Немного компоста, перегноя. И этого будет, в принципе, достаточно. Распределяем. Стараемся равномерно распределить по кругу клубничку. Просыпаем ее вот так земелькой. Уплотняем хорошенько. Поливаем же этим составом, который у меня был замочен, потому что он с гитрооксином, волшебный. И дальше совсем уже присыпаем хорошо. Но, как я уже сказала, корневую шейку мы не заглубляем. Все, мы посадили. Корневая шейка, сердечко находится на почте, наверху. И мы сейчас вот так вот слегка замультируем нейтральным торфом. Он будет служить и мульчой, и в то же время питанием. Как я уже сказала, вы можете посадить различными способами. Клубника любит органику. В компост, в ямку, которую вы будете сажать, в лунку, в которую вы будете сажать, вы можете внести припрежий навоз. Если вы сторонник органического земледелия, песочек, торф питательный. Если вы сторонник того, чтобы посадить неорганическую, а с химическими удобрениями, то можете воспользоваться вот таким удобрением, как я воспользовалась. Любой зеленью или любое другое удобрение, которое содержит полный комплекс минеральных удобрений для клубники. Сейчас я вам еще хочу показать. Вот здесь вот очень хорошо выражено, если вдруг кому-то было непонятно, вот в первом случае, здесь вот очень хорошо выражено, вот сердечко. Корневую систему я подстригла. Я хочу ее вот сюда посадить, потому что здесь у меня какой-то кустик странненький немножко. Так, я сыпаю сюда удобрение. Этого, в принципе, будет достаточно. Выливаю волшебную смесь. Корешки я распределяю, стараюсь распределить их равномерно, вот так, солнышком. Сейчас водичка немножко уйдет. Вот так я распределяю в лунки. Сердечко, вот оно находит. То есть я его держу, чтобы оно у меня не погрузилось глубоко. И засыпаю. Вот так. Сейчас водичка уйдет, затянет. И сейчас присыпем торфу. Очень мне нравится торф, вот этот нейтральный торф у Ламы, производитель Ламы Торф. Вот смотрите, какой он. Вы знаете, он вот прям вот по своему составу очень напоминает, как будто очень хороший компост, но только гораздо еще богаче. Рыхлый, очень мне нравится. Так что вот если покупать торф, обратите внимание вот на это у производителя Лама Торф. Все, мы присыпали, замульчировали торфом. Все. Клубничка у нас. Я еще придавлю, чтобы корешки, все пустоты, которые образовались, шейка находится вот у нас, то есть сердечко вот на уровне земли. Все тут отлично. Вот. Все, расти. Будем ждать теперь урожая. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. В следующем ролике я расскажу вам о том, как правильно обработать чеснок весной. И вообще какие удобрения нужны внести чесноку, чтобы он хорошо вырос.